Здравствуйте! С вами Елена Бодолян и это «Спорт в Посаде». В минувшие выходные в Пересвете прошли двухдневные соревнования Сергиево-Посадского городского округа по художественной гимнастике на призы олимпийских чемпионок Ирины Беловой и Елены Посевиной. О том, как это было, в нашем сюжете. Первые часы окружных соревнований по художественной гимнастике – дебют для четырехлетних спортсменов, которые делают свои первые шаги в этом виде спорта. Волнуются, робко улыбаются зрителям и изо всех сил стараются выступить на отлично. Как ты выбрала вот этот вид спорта? Тебе мама посоветовала или тебе самой захотелось? – Самой захотелось. Так начинается путь к чемпионству. Может, победа на соревнованиях Сергиево-Посадского округа, которые в выходные состоялись в Пересвете, не дает гарантий на большое будущее, но точно дарит опыт выступлений, который для юных спортсменок на вес золота. А еще – возможность выйти в следующий соревновательный этап. – Обкатываются программы, совершенствуются элементы, приобретается соревновательный опыт, а затем уже формируется команда для участия в соревнованиях в Московской области. Открытый турнир на призы олимпийских чемпионок Ирины Беловой и Елены Посевиной собрал около 200 спортсменок из 10 городов страны. Помимо индивидуальных программ представили дуэты и даже трио. – Это безумно красиво, когда предметы, мальчик демонстрирует силу, девочка демонстрирует грацию, у них поддержки включены в дуэты и трио. Поэтому это только начинается направление, но за ним будущее, я уверена. – Я сегодня буду в групповых танцевать, а завтра буду лично танцевать. Но самое тяжелое – это лента и булава. Спорт высоких достижений – это колоссальный труд. А пока юные гимнастки с удовольствием и интересом осваивают один из самых красивых видов спорта. – Перспективы разные, они настолько еще маленькие, они должны заниматься в удовольствии. Родители должны этому уделять время, поддерживать ребенка. У нас красивый вид спорта, но молодой. То есть в 18 лет уже девочки заканчивают, раньше заканчивают. Поэтому вот наслаждаться надо в таком возрасте. И идти, наверное, маленькими шагами. Словом, у юных гимнасток есть все шансы через несколько лет занять место среди олимпийских чемпионов. Ждем, затаим дыхание. Плавание считается идеальным видом физической нагрузки для людей с инвалидностью. Многие из тех, кто не может полностью управлять своим телом или сознанием на суше, в бассейне чувствуют себя, как рыба в воде. На прошлой неделе в Фоклотес прошли соревнования открытого первенства по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробности далее. Для одних желанная свобода, для других суровая борьба с собственным телом. Бассейн комплекса «Лотос» принял у себя участников открытых соревнований по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Эти турниры проводятся в Богородском более 10 лет. В марте-апреле мы проводим соревнования по плаванию, а в августе мы будем проводить соревнования бочи. Первыми на старт выходят девушки и юноши 13 лет и старше. Вслед за ними спортсмены с нарушениями опорно-двигательной системы из клуба «Серби». Дистанция у всех одна – 25 метров. Такие соревнования не претендуют на зрелищность. Главное в них – победить на соперников, а самих себя. Они все время сидят, лежат, а здесь просто ты чувствуешь себя как в немесомости. Плавание саму к себе даже для здоровых людей – это очень полезный вид спорта, потому что здесь минимальная нагрузка на позвоночник, развиты все группы мышц, развиваются. Занятия для инвалидов-колясочников в Лотосе проводятся дважды в месяц. Для этого выделяют специализированный транспорт, который отводит спортсменов на тренировки. Помимо плавания, людям с ОВЗ в нашем округе доступны занятия легкой атлетикой, волейболом, керлингом на колясках, боулингом, игрой в бочи. У нас есть команды, которые уже занимаются профессиональным спортом, то есть керлинг на колясках. Недавно они вернулись с паралимпийских игр, которые проводились на Сахалине. Всего в соревнованиях по плаванию для людей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие больше 50 человек. Воспитанники семейного центра имени Мещерякова, ребята из школы номер 7, участники клуба «Сергий» и другие желающие. Турнир – часть окружной спорта «Киады» для людей с инвалидностью. Уже в конце этой недели особенные спортсмены встретятся в спорткомплексе «Луч», чтобы посостязаться в легкой атлетике. В минувшие выходные ребята из спортшколы «Центр» принимали участие в открытом турнире подзюдо в Мордовии. Всего во время республиканских соревнований на катами вышло около 150 юношей и девушек до 18 лет в трех весовых категориях. Вдали от дома, но сопровождаемые наставниками и болельщиками, сергиево-посадские ребята отлично проявили себя. Золото соревнований в копилке Андрея Игнатова серебро взял Дмитрий Максимов. У Арины Фархуддиновой и Павла Циткова бронзовые награды. Еще один наш спортсмен Даниил Балашов получил специальный приз турнира за волю к победе. Поздравляем! Хоккеисты из «Пересвета» чтят свои традиции. На льду арены «Айсберг» состоялся товарищеский матч памяти среди воспитанников ХК «Метеор». Такие мемориальные встречи проводятся здесь на протяжении последних 16 лет и посвящены памяти первого директора ФОК «Метеор» Вячеслава Васильевича Веневцева, тренеров, спортсменов и всех работников спорткомплекса «Метеор», безвременно ушедших из жизни. В матче приняли участие ветераны хоккея и участники ночной хоккейной лиги. Первые два отрезка матча проходили с преимуществом команды НХЛ, но в третьей 20-ти минутке ветераны сумели отыграться. Встреча закончилась боевой ничьей со счетом 7-7. Победила дружба. У ГТО первый юбилей. 7 апреля состоится фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященный десятилетию со дня возрождения комплекса. Он пройдет в спорткомплексе «Луч». В 10 часов начинается регистрация участников, в 11 состоится торжественное открытие. К соревнованиям фестиваля будут допущены только участники, зарегистрированные на сайте gto.ru и получившие медицинский допуск у врача. Не забудьте взять с собой сменную обувь и принадлежности для бассейна. Желаем удачи! На сегодня это все спортивные новости. С вами была Елена Бодолян, ведущая специального проекта «Спорт в фасаде» на ТВР-24. Скоро увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!